Дубна, Люберцы, Королёв, Коломна, Раменская теперь и видны. Концерты с участием известных музыкантов и актёров проходят в тех городах Подмосковья, где сольными программами выступал сам Владимир Семёнович. Фестиваль стартовал около года назад и стал одним из самых успешных областных проектов. Совсем скоро просто не будет свидетелей. А сейчас ещё память жива. Мне кажется, этим надо пользоваться и напоминать. Я говорю о Высоцком, но я думаю вообще о том, что напоминать о том, что мы любили, о том, что было для нас важно, о том, что нас сформировало. Актёр и режиссёр Никита Высоцкий поддержал проект, став его идейным вдохновителем и ведущим всех мероприятий и предоставил информацию о гастролях, которые сохранились в музее Высоцкого. Именно благодаря ей и удалось составить маршрут фестиваля. Никита Владимирович Высоцкий в рамках этого фестиваля получил, мне кажется, такой огромный заряд энергетический. И вы знаете, даже овеществлённый, потому что многие жители в разных подмосковных городах приносили ему какие-то мемории, связанные с этими концертами, запись редкую, которая у него не была, магнитофонная, фотографии отца, которые кто-то сделал, и всё это в музее Высоцкого, он является директором музея Высоцкого. То есть даже вот видите, эти документы, они ему возвращаются. Вы знаете, как ему это важно. Владимир Высоцкий не раз посещал и Ленинский район. Об этом свидетельствуют исторические справки. Поэтому на предложение провести концерт в Видном администрация района откликнулась с большой радостью. Тем более, это уже не первое совместное сотрудничество. Была предложена наша площадка. А вы знаете, что на этой площадке уже реализовывался проект губернаторской программы в сфере культуры. Наша Подмосковья. У нас уже был замечательный концерт с Юрием Башметом и с Константином Хабенским. И вот сегодня у нас очередное мероприятие. Еще одной уникальностью фестиваля является то, что в каждом концерте принимают участие разные известные музыканты и актеры. На этом творческом вечере выступили актрисы Московского губернского театра Вера Шпак и заслуженный артист России Александр Скляр. Музыкант с творчеством Высоцкого познакомился еще будучи ребенком. Посмотрев кинофильм «Вертикаль», заболел гитарой, и это болезнь со мной всю жизнь. Так же, как и Высоцкий со мной всю жизнь. И моя любовь нашла выражение в альбоме, который только что мы с моими музыкантами из группы «Вабанк» выпустили. Сегодня творчество Высоцкого любит не только старшее поколение, но и молодежь. Поэтому этот фестиваль стал хорошим подарком в преддверии 80-летия со дня рождения Владимира Семеновича для всех его поклонников. Я вырос на Высоцком, потому что его слушал мой папа. И это отчасти сейчас отца уже нет в живых, но связано с тем, что я в детстве, да, слушала. Я нашел души от того, что мы с вами оборозном порядке, а наши выголовы твои оборозном на груди. Ирина Бокова, Владимир Рубежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.